Слава Господу, возлюбленные! Давайте мы откроем местописание 1 Фессалоникийцам 4.9. О братолюбии нет нужды писать вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. На небе вечная любовь, небесная любовь, она созидает человека, но земная вражда, земная ненависть, она разрушает человека. Поэтому на эту тему можно очень много говорить. И само слово братолюбие, это древнегреческое слово, оно называется, знаете, как по-гречески? Филадельфия. Филадельфия. Вроде бы есть такой штат, город есть, но Филадельфия, это и есть братолюбие. Поэтому братская дружба, братская любовь, вот это и есть Филадельфия. Поэтому если у кого-то недостает этой братской любви или братской дружбы, вы можете так кротко ему сказать одно слово – Филадельфия. И это поможет человеку. Поэтому у Христа есть очень важное поручение по этому вопросу. И я прочитаю его. Евангелие Иоанна 13, 34. Заповедь новую даю вам – да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы – да любите друг друга. Вы, наверное, заметили, что в этой заповеди есть одна приставка – не просто любите, а как – да. Да. Это усиливает во много раз это чувство, потому что когда-то Бог, созидая этот мир, сказал – да будет свет. И стал свет. Слово «да» увеличивает вот это действие в десятикратно. Поэтому здесь слово Писания говорит – да любите друг друга. И только в одном стихе Христос повторил дважды. И 35 стих. «Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь между собою». То есть ученик Иисус Христа должен иметь любовь. А если человек следует за Христом, но у него нет братолюбия. Это ученик Христа. Поэтому Христос сказал – кто следует за Мною, но не берет креста своего, тот не достоин Меня. Можно следовать за Христом, но не брать своего креста, жизни христианской, своего труда. Ты не достоин Христа, хотя будешь называться своим учеником Иисуса Христа. Поэтому вопрос – как у нас исполняется заповедь о братолюбии? Исполняется оно в моей жизни или нет? Братская любовь Христа – это пример для подражания каждому из нас. Настоящей любви надо учиться, настоящей любви надо подражать. Сущность братолюбия – это когда ты посвящаешь себя интересам и благу ближнего тебя человека. Это и есть братолюбие. Вопрос – а когда рождается братолюбие? Когда мы вместе в служении, когда мы вместе в молитве, когда мы вместе в постах, когда мы вместе созидаем Церковь Божию. Вот тогда рождается братолюбие. Не надо надевать маску братолюбия. Очень часто мы видим в окружающем народе, где мы живем, у них такие улыбочки приятные. Они одевают просто маску братолюбия. Но Слово Писания нам говорит – не надо надевать маску братолюбия. Нужно уважать братьев, нужно покрывать все любовью. И Слово Писания говорит – братство любите. Это очень важно. Братолюбие – есть соль христианства. Это очень важное качество в жизни христианина. Братолюбие – это гарантия спасения. Братолюбие – это нелегкая задача. Это очень высокий статус. Поэтому мы сегодня об этом статусе будем и разговаривать. Клевета – это враг братолюбия. Как только появилась клевета или клеветники – это, знаете, враги братолюбию. Братолюбие требует постоянства, и братолюбие всегда подвергается испытанию. Поэтому братолюбие всегда Бог испытает в твоем сердце. Это очень важно. Я не отвечаю за то, как ко мне относятся люди, но я отвечаю за то, как я отношусь к людям. Аминь. Это очень важно. Это очень важно. Поэтому пусть Господь нас всех благосовит, чтобы мы знали, как относиться к людям, с какой любовью, на каком уровне, как разговаривать. Вы знаете, есть такая новая христианская притча. Я хотел бы вам ее сказать. Очень важно, что нужно знать Христа лично. У Иисуса Христа было личное братолюбие даже к Иуде Искариоту. И вы знаете, в последний момент, даже в той ночи пасхальной, Иуда его поцеловал, и Иисус Христос ничего против не имел. Но назвал его, знаете как, «Друг». «Друг, зачем ты пришел сюда?» Поэтому, когда на пороге вечности стоит муж в белой одежде, и когда все входят в Царство Небесное, он у всех спрашивает, «А ты знал Иисуса Христа?» И вы знаете, приходит пастырь, и он спрашивает пастыря, «Ты знал Иисуса Христа?» Пастырь говорит, «Я всю жизнь проповедовал о Нем. Ну, стань рядом». После приходит магистр богословия, говорит, «Ты знал Иисуса Христа?» А он говорит, «Я учил всю жизнь Христу». Он говорит, «Стань здесь рядом». Приходит следующий доктор богословия, и этот человек в белой одежде спрашивает, «Ты знал Христа?» «Да, говорит, Калыч называется именем Иисуса Христа, где я проповедовал». И вы знаете, много людей шло к вратам вечности, и они все говорили, что они что-то знают о Христе, «Но никто из них не знал лично Христа, и Христос не знал его». Приходит старушка, и Христос задает ей тоже вопрос, «Ты знаешь Христа?» Она говорит, «Господи, да кто ж не знает тебя?» «Я тебя по голосу сразу отличила, потому что ты всю жизнь вел меня». Заходи, дорогая душа, в вечность. Поэтому знать о Христе – это мало. Нужно знать Христа. Слово Писания говорит, «Овцы мои слушают голос мой, и за иным не идут». Поэтому это очень важный фактор. Римлянам 12.10. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Церковь Христа – это свет на вершине холма. Это очень важно. Братолюбие – это свет. И Иисус Христос сказал, «Да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли кого?» Отца вашего небесного. То есть, братолюбие – это свет. Евреям 3.1. «Братолюбие между вами да пребывает». Недостаток братолюбия в каждом поколении. Он существует. Поэтому апостол Петр говорит, «Напоминанием возбуждается чистый смысл». Очень важно. Римлянам 13.10. «Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». И вы знаете, все эти слова мы очень часто читаем, повторяем, мы знаем, но очень часто мы забываем, когда к нам подходит искушение или к нам подходит испытание. Поэтому была одна семья, и в этой семье рос Иосиф. И вы знаете, случилось нечто между ним и 11 братьями. И когда все эти узлы были развязаны, Иосиф дал им хорошее наставление, и мне хотелось это прочитать. Бытие 45.24. «И отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им, не ссорьтесь на дороге». Скажите, хороший совет? Друзья, все мы на пути в Царство Небесное. Поэтому, говоря о братолюбии, это говорит о том, чтобы мы никогда не ссорились на дороге в Царство Небесное. Это очень важно. Иосиф дал эту заповедь для своих братьев. Пусть эта заповедь прозвучит сегодня и к нам. «Не ссорьтесь на дороге». Братолюбие, эта проблема возникла не сегодня. Она возникла не сейчас. Это возникло еще от Адама и Евы, когда родились у них два сына, Каин и Авель. Почему Каин убивает Авеля? Да потому что не было братолюбия. И вы знаете, за это, вот этот грех умножался, и первый мир был потоплен водою. То есть не хватало братолюбия. Люди делали зло друг другу. И поэтому Господь сказал, «Не вечно духу моему быть уничиженному». Проблема братолюбия в семье Иакова. Почему она возникла среди 12 детей? Смотрите. Первое. Отец шил разноцветные одежды Иосифу. Вы знаете, когда все братья увидели, что у них серая одежда, а у Иосифа полосатая, вы знаете, у них возникла зависть. Следующая проблема, номер два. Иосифу Бог дал два сна. И в этом сне Бог объяснил, что все братья твои, они придут и поклонятся тебе. Братолюбие, вы знаете, для братьев, это было уже сверх их сил терпеть Иосифа. Поэтому мы не правы, если мы думаем, что равенство, если сшить всем одинаковые одежды, что не будет, что братолюбие вопрос отойдет. Нет. Вопрос братолюбия всегда будет. Потому что мы все разные люди. Мы все разного возраста. Мы разного образования. Одни бедные, другие богатые. И вы знаете, у каждого из нас есть свой рост, свой вес. Вы знаете, мы все люди разные, хотя мы дети одного Бога. Но возникает этот вопрос. Иосиф дает экзамен братьям по братолюбии. Пришли за пшеницей. Хорошо? Но он им задает один вопрос. А где Вениамин? На следующий раз они приводят Вениамина. И вот все 12 братьев, они собрались. Вы знаете, Иосифу стало радостно. Он ведет своих братьев к фараону. И говорит, ты познакомься с ними. Какие мои хорошие братья. Вы знаете, он о них говорил, только все хорошее. Иосиф сдал экзамен по братолюбии. Это очень хорошо. И вы знаете, пшеницы хватит всем. Царствие Божие хватит всем. Только на пути к Царству Небесному не ссорьтесь по дороге. Урок с Иосифом состоит в том, что Иосиф помог братьям чем? Пшеницы. А братья помогли Иосифу стать великим человеком. Если бы не было у него таких братьев, он бы никогда не оказался в Египте. Они помогли ему стать великим человеком. В Египте Иосиф сдавал экзамен по братолюбию. У него свой был экзамен. А у братьев был свой экзамен по братолюбию. И вы знаете, жить можно, жить нужно, если жить в любви, не обижать друг друга и болеть друг за друга. Вы знаете, когда один живет на северном полюсе, а другой живет на южном полюсе, вы знаете, братолюбие очень хорошо работает, когда они очень далеко друг от друга. Но проблема, когда мы рядом, мы трудимся, мы молимся, мы вместе радуемся, мы вместе потеем. Вы знаете, вот этот совместный труд иногда зарождает нечто, какую-то злобу. Поэтому у нас есть собаколюбие, у нас есть машинолюбие, у нас есть домолюбие. Мы строим дома, понимаете? Но у нас есть и сребролюбие, но у нас очень мало, знаете чего? Братолюбие. И вот этому Иисус Христос хочет нас научить через пример с Иосифом. Давайте возьмем другой пример. Семья Иакова. Иакова. Если мы берем его брата Исава, они родились вместе, казалось, они вместе выросли. Давайте мы прочитаем это место, что и у Исака происходило в семье. Бытие 25-27. Дети выросли. То есть Исав и Иаков выросли. Когда дети маленькие, их очень легко им объяснить, и они поймут, и они, если и подрались, они быстро мирятся друг с другом. Но когда дети вырастают, там настает другая проблема. И эта проблема может касаться не только твоей семьи. Эта проблема может касаться очень многих семей. Слово Писания написано. Дети выросли. И стал Исав человеком искусственным, в зверолосе человеком полей. То есть он стал охотником. А Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Многие обвиняют Иакова в хитрости и в обмане. Я с этим не согласен. Я вижу Иакова как очень кроткого и послушного ребенка. Хотя он и возрос, но он был очень кроткий и послушный. И 34 стих, смотрите. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Есть проблема. И вот Исаак хочет благословить своего сына Исава, а Ревека хочет благословить другого сына. Казалось, в семье проблема. Как вы думаете, кто выиграл в этой проблеме? Жена или муж? Всегда побеждает жена, чтобы мужья это знали. Поэтому Заравевель, когда говорил, что жены, они сильнее всего. И в этой битве, когда Исаак и Ревека, и Исаак дает свое предложение, как благословить Исава, а Ревека дает свое предложение своему любимому сыну Иакову. Давайте мы это все прочитаем. Бытие 27, 6. А Ревека сказала сыну своему Иакову, вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву, принеси мне дичи и приготовь мне кушанье. Я поем и благословлю тебя перед лицем Господнем, перед смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Обратите внимание на последние два слова. Что сделала Ревека? Приказала. Иаков мог ее не послушать? Нет. Иаков попал под ножницы своей матери. Он не мог уклониться от этого. И вы знаете, когда он это сделал, брат его Исав, знаете, что произнес? Я убью Иакова. Положение в семье очень накалилось, а братолюбие там говорить нечего. Как решает этот вопрос мать? Потому что она знала, что она зачинщица всего этого, что произошло между братьями. До ее совета сыновья жили мирно. Но после ее совета началась вражда вплоть до убийства. Как решается этот вопрос? Давайте мы прочитаем 42 стих. Бытие 27, 42. И пересказаны были Ревеки слова Исава, старшего сына ее. И она послала и призвала младшего сына своего Иакова. И сказала ему, «Вот Исав, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся слов моих. Встань и беги к Лавану, брату моему, в Харан. И поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего». Это решение было матери. Скажите, Иаков Муха слушаться? Нет. Но мать еще раз поговорила с отцом. И она представила характер поведения Исава и характер поведения Иакова. И она показала Исааку, что именно Иаков достоин благословения. И ты сделай это благословение официально. И Исаак делает официальное благословение Иакову. Давайте мы прочитаем это законное благословение. Бытие 28, 1. «И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал, «Не бери жены из дочерей ханаанских, встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей, Бог всемогущий, да благословит тебя». Смотрите, дается законное благословение отца. «Да благословит тебя, да расплодит тебя, да размножит тебя, да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение» чьё? «Авраама». То есть вот это законное благословение Иакова, без всякой хитрости, без ничего дано это благословение. «Тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Авраама». И смотрите, седьмой стих. «И что Иаков послушался отца своего и матери своей, и пошел в Месопотамию». Возлюбленный. Иаков никакой не обманщик. Я не согласен с этим определением, которое очень многие доктора богословия дали этому человеку. Иаков был кроткий и послушный человек. Очень кроткий. Поэтому он все сделал по слову родителей. Родители сказали, и родители, и отца, и матери благословения Иаков полностью. Какого благословения еще не хватало Иакову, кроме родительского благословения? Божье. Правильно он мне подсказывает. Нужно Божье благословение. Иногда родители молятся, возлагают руки, благословляют, но они знают, что ребенок не очень хорошее поведение. И думают, что раз они помолились хорошо, ребенок изменится. Да нет. Если ребенка, сердце не поменяет Господь, он никогда ваше благословение не наследует. Потому что как незаконное проклятие не сбудется, так и незаконное благословение тоже никогда не сбудется. Нужно, чтобы нитка втрое скрученная была. Это благословение Отца, благословение Матери и благословение Божие. И вот Иаков берет с собой, возможно, что он взял? Он взял только масло на дорогу. Потому что, переходя пустыню, ноги, пятки лопаются, нужно смазывать чем-то. У него больше ничего не было. И вот он прошел дневной путь. Ничего у него не было, даже подложить под голову, чтобы спать. Он взял камень и подложил под голову. И вы знаете, снится ему необычный сон. Лестница, она стоит на земле и касается неба. И ангелы восходят и нисходят по этой лестнице. И на этой лестнице наверху стоял сам Господь Бог. И он давал благословение Иакову. Давайте прочитаем. Это 13 стих с этой 27 главы. Бытие 27, 13. «И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама Отца Твоего, и Бог Исаака, землю, на которой Ты лежишь, я дам Тебе и потомство Твоему, и будет потомство Твое, как песок земной». «И распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословляться в Тебе, и в семене Твоем, все племена земные. Вот я с Тобою, и сохраню Тебя везде, куда бы Ты ни пошел, и возвращу Тебя в сию землю, ибо я не оставлю Тебя, доколе не исполню того, что я сказал Тебе». Это благословение Господа. Слава Господу! Иаков получил полное благословение. И вы знаете, он пошел к Лавану работать. И вы знаете, Лаван оказал ему братолюбие. Он ему дал не одну даже жену, он ему две дал жены. И вы знаете, что не касалось рук Иакова, Лаван говорил, «Пестрые овцы будут твои». Рождались все пестрые. «Черные овцы будут твои». Рождались все черные. После он говорит, «С пятнами овцы будут твои». Рождались все с пятнами. Вы знаете, барашка, в которой без пятен, и не черные, это становилось меньше, меньше, меньше. А вот с пятнами, в крапинку, черные, становилось все больше, больше и больше. Это и есть благословение Божие. Ибо написано, «Благословение Господнее, оно обогащает, и печали собой не приносит слава Господу». Поэтому Иаков со временем, когда он размножился, он старался освободиться от братолюбия Лавана. Уж Лаван сильно уже ему докучал. И вы знаете, впереди Иакова, когда он вышел от Лавана, другая братолюбивая встреча его ожидала. Вы знаете, с кем? С его родным братом Исавом. Да, они встретились. Они встретились. И я прочитаю Бытие 32.1. «А Иаков пошел путем своим». Вы знаете, у каждого из нас Бог предначертал каждому свой путь. Никогда твой путь не будет похож на другого путь. Как бы ты ни старался, у Бога записаны все наши дни. И что он предначертал тебе, только то и сбудется. А то, что он предначертал соседу или другу, оно сбудется на нем. Потому что царь Давид говорит, «Зародыш мой, видели очи твои». И вот когда человек зародился, Бог уже тогда видел Иакова. Он тогда видел Исава. И вы знаете, и благословение, хотя вроде бы, Исав вырвался из утробы первый, волосатый, такой красивый, симпатичный, может, и с чубом большим он был, понимаете, но благословение перешло к Иакову, потому что он был угоден Господу. «И встретили его ангелы Божии». То есть Иаков, когда шел к своему брату, его сопровождали ангелы Божии. У Иакова был план, как он встретится со своим родным братом. Давайте прочитаем этот план. Третий стих. «И послал Иаков пред собою вестника к брату своему в землю Сеир, в область Едом, и приказал, сказав им, так скажите господину моему Исаву». Вы представляете, как он его возвышает сразу? «Господину моему Исаву». Вот что говорит раб твой Иаков. И как он сразу опускает себя. Вы знаете, это очень важно. «Я жил у Лавана и прожил до ныне, и есть у меня валы и ослы, и мелкий скот, и рабы и рабыни. Я послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение пред отчами твоими. И возвратились вестники к Иакову и сказали, мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе». Я бы поставил там точку. Это самое лучшее было бы для Иакова, но там написано, «И с ним 400 человек». Вы знаете, вот эти 400 человек, которые взял с собой брат его, они очень растрогали, встревожили Иакова. И вы знаете, Иаков знал, что будет дальше, так как Исав был из категории непримиримых людей. Вы знаете, что в последние дни тоже будут люди какие? Непримирительные. Есть такие люди. Поэтому Слово Писания говорит, если возможно с вашей стороны, а дальше помните, что? Будьте в мире со всеми людьми. Если это возможно, вы все употребите, чтобы был мир с вашей стороны. Это очень важно. Далее. Что делать Иакову? 400 человек. Он просит помощь у Бога. Бог ведь его благословил. И вы знаете, я прочитаю это место, 9 стих, Бытие 32, 9. И сказал Иаков, Боже, отца моего Авраама, Боже, отца моего Исаака, Господи, сказавший, возвратись в землю Твою, на родину Твою, и я буду благотворить Тебе. Не достоин я всех милостей и благодеяний, которые Ты сотворил рабу Твоему. Ибо я с посоха моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Сава, ибо я боюсь его. Дорогие возлюбленные, это был крик души. Вы представляете, у Иакова армия детей и армия жен, а у него армия воинов. Что ж там будет? И далее, Чтобы придя, не убил меня и матери с детьми. И вы знаете, Бог дает мудрость Иакова. Какую мудрость? Ведь все эти стада, все сейчас погибнут. И он решил брату сделать подарок. Вы знаете, сколько он стад? Вы посчитайте. Девять стад он отделил для брата своего. И вы знаете, каждое стадо идет и говорит, это от раба Твоего Иакова, это от раба Твоего Иакова, это от раба Иакова, господину Исаву. И вы знаете, произошло нечто. Давайте мы прочитаем. Бытие 33 глава 1 стих. И взглянул Иаков и увидел, вот идет Исав, и с ним 400 человек. То есть, Исав не поменял свое решение. Даже после всех этих стад, он не поменял. 400 человек не возвратились. Они шли прямо на Иакова. И разделил детей Лии, Рахили и двух служанок. И поставил служанок и детей впереди, Лию и детей за ними, а Рахили и Иосифа позади. А сам пошел перед ним и поклонился до земли семь раз, подходя к брату своему. И подбежал Исав навстречу и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали. Скажите, какое качество характера победило в двух братьях? Братолюбие. Братолюбие. Дорогие друзья, ради этого братолюбия стоило отдать 9 стад, чтобы быть с братом в мире. Ведь на всей земле у Исаака родилось только два сына. И у Исава не было другого брата, кроме Иакова. И у Иакова не было другого брата, кроме Исава. Поэтому подумайте, сколько людей на этой земле? Миллиарды. А сколько нас, верующих? Мало. Поэтому Христос сказал, да любите друг друга, да любите друг друга. Поэтому пшеницы было много в Египте. И царь совместно, Иисус сказал, в доме отца моего обители, сколько? Их много. Их много обителей. Самое главное, имейте братолюбие, чтобы войти в Царство Небесное. Аминь. Слава Господу. И далее, дорогие друзья, наставление христианам Петр дает. Несколько мест прочту с Нового Завета. 1 Петра 1, 22. По слушаниям истин через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные, не от тленого семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век. Мы рождены от Слова Божия. Мы дети Отца нашего Небесного. Поэтому братолюбие должно на первом месте в среде всех христиан. Это важно. 1 Иоанна. 1 послание Иоанна 3, 10. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Вот здесь Иоанн раскрывает секрет. И каждый проверь себя, чье ты дитё. Всякие, не делающие правды, не есть от Бога, равно и не любящие брата своего. Ибо таково благовесование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата его были праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. И вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечно в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. И кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в тем любовь Божия. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. На пути христианина всегда будут встречаться такие люди, как Иса, Иаков, Иосиф, Каин. Всегда будут встречаться люди такие. Почему это нам дается? Да потому что Бог Иаков в своем послании говорит, братья, с великой радостью принимайте, когда вы впадаете в различные искушения, дабы испытания вашей веры произвело терпение. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте без всякого недостатка. То есть, приходит испытание, приходит искушение, ты должен радоваться. Это экзамен. Как я сдам этот экзамен. И вы знаете, вы должны искушение принимать, как твой экзамен перед Богом. Потому что, если ты не сдашь один раз экзамен, Бог снова тестировать тебя будет. И снова, пока ты его не сдашь. Поэтому, мой совет, сдавайте экзамен на братолюбие с первого раза. И вы пройдете дальше. Далее, 1 Петра 4,8. Более всего, имейте усердную любовь друг к другу. Потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте сторонолюбивы друг к другу, без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Возлюбленные, слово Писания называет тебя добрым домостроителем. Оправдай это доверие Богу. Вы знаете, есть семь ступеней спасения или семь ступеней в небо. Я сейчас прочитаю это последнее место, а вы себя проверьте. Если в вере ваши эти качества, 2 Петра 1,5, то вы, прилагая к всему все старания, покажите в вере ваши добродетель, мы об этом говорили, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестие братолюбие. А дальше идет любовь, это совершенство. Возлюбленные друзья, сегодня вы дошли до этого места. И в благочестие нужно показать братолюбие, а после братолюбие любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь. И одиннадцатый стих, то, о чем хотел сказать нам Петр, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу! Братская любовь это результат твоей веры. Братолюбие это результат твоего характера. поэтому Иисус спросил Петра трижды Петр сын Иоанин любишь ли ты меня? Помните, что Петр отвечал? Да, Господи. Но он спросил любишь ли ты меня больше, нежели они? И Петр сказал да, Господи. Поэтому, дорогие друзья, а правда ли, что слово говорит, что любовь не делает ближнему своему зла? Это правда? Возлюбленные, проверьте сейчас себя. Что ты делаешь ближнему своему? Это добро или это зло? Так, проанализируйте, это очень важно. Твои отношения с ближним, они добрые или нехорошие? Зная сегодня, ты еще все можешь исправить к лучшему, потому что некогда Бог через Иосифа нам всем сказал не ссорьтесь на дороге. И хотелось несколько вопросов для размышления. Просто поразмышлите или будет это домашнее задание? Как хотите, принимайте. Через это слово что сегодня Бог хотел сказать твоему сердцу? если ваше вере такое качество характера, как братолюбие? Учитесь ли вы братолюбию? И последнее, стало ли братолюбие вашей ценностью? Аминь. Помолимся. Аминь.